С вами новости Анапы, в студии Кристина Рабина. Здравствуйте! В начале о главных темах выпуска. Развитие сельской медицины. В хуторе Усатого Балка открылся офис врача общей практики. Нас все устраивает. Просто замечательно, что открыли. Огромное спасибо! Винный марафон в Анапе. Началась регистрация участников этого необычного мероприятия. Мы одновременно проводим, по сути, два события. Это отдельно винный фестиваль, отдельно спортивное мероприятие. С Днем российской печати. В чем секрет долголетия газет и журналов? Я очень наслаждаюсь всеми новостями, всеми рассказами. Ну, в общем, я люблю газеты. Всегда покупаю. За минувшие сутки в Краснодарском крае зарегистрировано 197 заболевших коронавирусной инфекцией. В том числе два новых случая выявлено в Анапе. Всего с начала пандемии на Кубани инфекция подтвердилась у 30 183 человек. В том числе у 2379 детей. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, 20 525 пациентов на сегодняшний день выписаны с выздоровлением. Из них 160 за последние сутки. 1128 заболевших скончались. 114 человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. За весь период с подозрением на коронавирус к медикам обратились 152 724 человека. Как отмечают медики, симптомы коронавируса схожи с признаками обычного ОРВИ или гриппа. Зимой на обчании все чаще обращаются к врачам с симптомами вирусных заболеваний. Их первые признаки слабость, боль в горле, кашель и повышение температуры. Однако заражение можно избежать, если, как и в случае с COVID-19, соблюдать простые правила профилактики. Профилактика вирусных заболеваний сейчас основное у нас, что стоит на повестке дня. Основные правила ношения маски, часто мыть ее рук, средства есть, ими надо пользоваться. Особенно в общественном транспорте потрогали поручни, потрогали стульчики, которые там сидим. И все это дело может быть заразное, контакт на бытовой путь передачи. Человек, если заболевает, желательно контакты, конечно, ограничить. Больше я говорю о тех даже пожилых людях, которые в особой группе риска, вот эти вот гипертония, диабет, они сейчас обостряются. Ну, потому что это температурные качели. Насчет профилактики кризов, которые идут на фоне метео-зависимости, основное это нормальный образ жизни. То есть человек должен высыпаться, в первую очередь. Он должен принимать те лекарства, которые доктор назначил. То есть мы иногда пишем, человек принимает какое-то время, а потом он его бросает, думает, все хорошо, а потом раз, погода изменилась, и опять все плохо. Тут нужно со своими бабушками и дедушками поговорить. Ограничить посещение всех людных мест, ограничить стрессы. Это тоже очень влияет. Пусть бабушка отдохнет дома, не пойдет она в сельсовет в этот день, когда будет сначала плюс 10, а потом минус 10. Медики офиса врача общей практики высотовой балки начали прием пациентов. Открытие медучреждения стало долгожданным событием для всего хутора. Сейчас здесь проживают более 2000 человек. Еще в прошлом году они были вынуждены ездить на прием к врачу в станицу Анапску. Теперь все находится в пешей доступности. В офисе врача общей практики хуторяне могут не только получить медицинскую помощь, но и сдать кровь на анализ и сделать кардиограмму. Сколько у нас сегодня было на приеме? Сейчас посмотрим. 18 человек. Сегодня было на приеме 18 человек и 7 вызовов. График работы семейного доктора Кеуш расписан поминутно. До полудня на прием к медику каждый день приходит по два десятка местных жителей. После обеда посещение пациентов на дому. Общий стаж врачебной практики Сталины Юрьевны 33 года. В Анапский район переехала из Красноярска по программе «Земский доктор». По ее словам, условия работы в новом офисе ничуть не уступают городским. Очень комфортные условия для работы. Имеется у нас здесь процедурный кабинет. Очень удобно людям производит забор крови 3 раза в неделю. Кардиограмму делаем. Процедурный кабинет на инъекции. Инъекции получают. Население здесь уже больше 2000 человек. В Анапской людям было неудобно. Нужно было доезжать. И назрела необходимость в открытии пункта общей врачебной практики. Здесь у нас принимают два доктора семейных. Выезжает гинеколог. Планируется выезд кардиолога. Для местных жителей открытие офиса – настоящий подарок. Здесь можно пройти базовую диагностику, не записываясь на прием к городским врачам. 10 минут ходьбы от амбулатории. Очень довольны. Такое обслуживание прекрасное. Все такое доброжелательно, чисто. Кровь берут, анализы же берут. Это вообще для нас уколы, капельницы. Врачи все здесь. Гинеколог раз в неделю будет. Ну, в общем, нас все устраивает. Просто замечательно, что открыли. Огромное спасибо. Офис общей практики был построен в рамках нацпроекта здравоохранения и региональной программы развития здравоохранения края. Общая стоимость проекта – около 10 миллионов рублей. В планах пройти лицензирование на работу узконаправленных специалистов и вакцинопрофилактику. А также запустить дневной стационар на три места. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа. Регион. Началась регистрация участников винного марафона, который пройдет в Анапе 15 мая. Такое событие состоится в России впервые. Интерес к нему очень велик. При этом многие спрашивают, как можно совместить понятие спорт и вино. Ну, во-первых, давайте напомню вам, что врачи рекомендуют, если что, в нужных дозах, в нужных количествах. Но смысл мероприятия, конечно же, немножко не в этом. Мы одновременно проводим, по сути, два события. Это отдельно винный фестиваль, отдельно спортивное мероприятие. Пересечение у них происходит исключительно на одном событии, так называемая винная миля, где спортсмены как раз таки, то, о чем и говорят в социальных сетях, где как раз таки спортсмены, любители в спокойном, комфортном для себя режиме обходят и дегустируют различных винопроизводителей. И вот там, собственно, мы уже пересекаем спорт и винную культуру, винопотребление. Вот в остальном, то есть это отдельный марафон для спортсменов. А пока спортсмены бегут, члены их семьи, группа поддержки проводят время на винном фестивале, который, собственно, будет уже, так сказать, за здравие наших дорогих спортсменов. Вся информация о марафоне размещена в социальных сетях и на сайте организаторов. Там же можно пройти регистрацию. За несколько дней это сделали уже более ста человек. А всего в Анапе на винной выставке и винном марафоне ждут тысячи участников. Город при этом позиционируется как столица винной культуры России. Мы будем фиксировать вот это почетное звание за собой. И, конечно, наверное, если вы спросите сейчас, то, ну, скажем так, мы такое право уже себе потихонечку начинаем присваивать. Но здесь же задача закрепиться и сделать так, чтобы это было не в наших головах, а в головах наших клиентов, гостей нашего города. Поэтому для этого нужно поработать, в том числе и с такими мероприятиями. Более 47 миллионов рублей получат кубанские зоопарки, дельфинарии и океанариумы. Субсидии выделило правительство России. Эти средства должны компенсировать убытки предприятий из-за простоя во время пандемии. Как отметила исполняющая обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Мария Золотухина, по стране было одобрено 30 заявок, а общая сумма субсидий составит 153,5 миллиона рублей. Кубань получит почти треть суммы. Число предприятий, которым окажет поддержку, попал в парк живой природы Дадо и анапские дельфинарии на Большом Утрише. Сегодня день российской печати – профессиональный праздник работников средств массовой информации. Он берет свою историю с начала 18 века, когда указом Петра I была учреждена первая газета «Ведомости». Мы поздравляем наших коллег с Днем прессы. И сейчас, в эпоху интернета, печатные издания по-прежнему пользуются спросом и заслуженным авторитетом. В этом убедился наш корреспондент Алексей Девейкин. Первая собственная печатная газета появилась в России 318 лет назад. 13 января 1703 года в свет вышел первый номер издания «Ведомости». В последнее время ходят разговоры о том, что бумажная пресса уходит в прошлое. Ее вытеснил интернет. Однако многие уверены – электронные версии никогда не заменят удовольствия подержать в руках свежий выпуск газеты или журнала, почувствовать запах типографской краски, почитать, а потом сохранить выриски. В интернете я не люблю вот этот мелкий шрифт, там вот это все, бегущее вот это все. Я почему-то люблю газеты. Я очень наслаждаюсь всеми новостями, всеми рассказами. Ну, в общем, я люблю газеты. Всегда покупаю. А у меня, кстати, есть подшивки много старых. А каких изданий? Ну, издания «Здоровый образ жизни», «Дож». Ну, комсомолка бывает, иногда вырезки делала. Подшивки-переводики пользуются популярностью и в библиотеках. Там можно найти как центральную прессу, так и местную. Ей интересуются читатели самых разных поколений. Местные газеты пользуются спросом. Такие газеты, как «Анапа», «Черноморка», «Анапская Черноморья», «Кубанские новости». Мы получаем журналы и газеты для разных возрастных категорий, поэтому трудно сказать, что приходят только пожилые или молодежь. То есть у нас журналы на широкий спектр выбора читателей. Здесь и для людей возрастной категории, и для детей, и для подростков, и для молодежи. То есть приходят все категории читателей. Периодические издания можно брать на дом именно с абонемента. То есть там, где литература выдается, книги на дом, и периодические издания, журналы и газеты. Из читального зала в библиотеке не выдается литература обычно, а у нас можно, приходите. И часто ли берут на дом, переводику именно? Конечно, есть любители определенных изданий. Кому-то нравится ЗОЖ, кому-то нравится «Комсомольская правда», кому-то «Анапа». Да, приходят. Подшивки-переводики лежат на самом видном месте в читальных залах библиотек. Это еще один показатель того, что ценителей именно печатной прессы много. Во всяком случае, в «Анапе». Есть постоянные клиенты и в киосках. Постоянные есть, спортивные берут у меня, постоянные покупатели уже сколько лет берут. Вот версию берут, да, постоянные покупатели. Какую-то коллекцию берут, есть постоянные покупатели. Вот сейчас бабочки пошли. Берет постоянный покупатель у меня, например, бабочки собирает коллекцию. То есть без работы вы не останетесь? Я надеюсь, что нет. При всем разнообразии выбора источников информации у газет остается свой читатель. День российской печати еще долгое время будет одной из значимых дат в нашем календаре. Алексей Девейкин, Михаил Григорьев, «Анапа-регион». Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Смотрите выпуски на сайте «Анапа-регион.ру» или на наших страницах в социальных сетях. Программа по традиции завершит информацию о партнерах нашего выпуска. А я сегодня прощаюсь с вами. Удачи, берегите себя. Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права – это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Спасибо.